Начнем с цитаты господина Джека Уэлча из General Reflect по поводу изменений, которые влияют на бизнес. Дяденька старый, мудрый, он плохого музыканта. Я думаю, мы все согласимся с тем, что скорость изменений растет. В общем-то, это очевидная вещь. Если раньше никого не удивлялось, что можно пустить 40 лет ходить, то, что лет сто назад считалась интересной идеей, что вокруг света можно отъехать за 80 дней. Сейчас, когда мы узнаем про светный полет без посадочек, за 67 часов, то лично у меня возникает вопрос, а что так долго не делал. Казалось бы. Изменения растут, мы живем в информационном пике, мы начинаем подстраиваться под то, что новые продукты появляются быстро. Технологии появляются быстро и еще быстрее. Мы сейчас вот на таком серьезном росте, при котором новые технологии появляются буквально каждый день, и они могут поменять даже наш технологический уклад. Появятся такие конкуренты, про которых мы, в принципе, даже не думали. Ну, возьмем стандартную торговлю обычными бытовыми вещами, какими-то одежками, кто мог лет 5, наверное, или 7 назад серьезно рассматривать в качестве конкурента китай. Я имею в виду не в том смысле, что они производством занимаются, а в том смысле, что они фактически на расстоянии одного клика от всех наших потенциальных клиентов, и уговорить их брать все те же самые вещи у нас вместо Алиэкспресса довольно тяжело. Конкурент появился мгновенно. Сейчас уже даже на законодательном уровне приходится строить какие-то заградительные барьеры, потому что даже крупнейшие онлайновые ритейлеры вынуждены с Алиэкспресс как-то бороться тяжело. Каким бы бизнесом вы ни занимались, даже если он вам кажется локальным, может оказаться так, что завтра появятся конкуренты, которых вы не ждете. Я не знаю, у вас там СТО, вы чините машинки, ну, казалось бы, тоже никто не может сильно на вас повлиять, вы первый в городе. Меняется технологический уклад, перестают быть лично в автомобиле, появляется каршеринг, и нечем вам заниматься, потому что автомобиль становится прозрачным. Просто потребность пропадает. Это, конечно, такая отдаленная, наверное, фантастика. Хотя, кто знает, может быть, в течение 5 лет, насколько серьезно устраняется ситуация, что мы с этим столкнулись. Поэтому нужно, наверное, искать какие-то способы с этим изменением соответствовать. Это касается, в общем-то, управления бизнесом, это касается скорости принятия решения, скорости вывода новых продуктов и услуг на рынок. И, наверное, мы все с вами знаем, что есть две модели, на самом деле, проектирования. Одна традиционная, она называется водопад, другая относится к операционным моделям, чем они отличаются. Ну, вот вам классический водопад, когда перед вами стоит определенная цель. Вы строите четкий план, последовательность действий, считаете ресурсы, вы четко знаете, сколько времени и сколько ресурсов на выполнение задач у вас уйдет. Ну, плюс-минус, конечно, какая-то погрешность, но тем не менее вы выстрелили и дальше получаете результат, вы не можете в процессе этого дела не доставать. Понятно, что это достаточно серьезные риски, потому что если ваша цель к этому моменту изменилась, то поменять уже ничего не получится. Строят вам баньку на даче, построили, я не знаю, уже стены построили, приходят, говорят, классная банька, но вот тут решили ябленьку посадить, давайте переклинить все. Не получится. И, в общем-то, нас ограничивают и технологии в том числе. Есть сферы деятельности, которые, ну, кроме как водопадом, рулить никак не выйдет просто потому, что технология не позволяет. А есть итерационная модель. Ну, тоже она, в общем-то, понятная. Когда вы движетесь небольшими итерациями, вы все время сверяетесь, а где вы находитесь. И если у вас цель перемещается, вы идете, собственно, вслед за ней. В чем преимущество водопада? Предсказуемость ресурсов, выход в ограниченности. В чем преимущество итерационной модели? В достижении цели. Но при этом нужно понимать, что ресурсов вы, скорее всего, потратите на порядке больше, на достижение целей. И, скорее всего, вы не сможете заранее просчитать объем этих ресурсов и трудозатрат. Потому что вы не знаете, чем закончится. В этом, собственно, и выбор. Если вы ставите во главу угла управления ресурсами правильно, то, наверное, ну, прийти в сторону водопада. Других вариантов у вас особо нет. Если основная задача стоит в достижении целей, и это важнее, чем даже, может быть, перезаклад по ресурсам, если вы понимаете, что это отобьется, если вы свою цель достигнете. То единственный вариант снижения рисков – не выстрелить один раз, а стрелять в многократный рулиц-процесс. Идем к Джайлу. Собственно, с чего началось? Я думаю, все слышали этот термин. Особенно от господина Грепа. Он очень любит это дело повторять. Он не зря, на самом деле, об этом говорит. Как это не смешно выглядит в мемах. Человек знает, о чем говорит. Потому что Сбербанк – это не только тетинки в салонах. На самом деле Сбертех – очень серьезная айтишная структура, которая действительно делает новые проекты. Они сейчас готовят массу бизнесовых инструментов, которые появятся завтра или послезавтра. И они их умеют делать. Количество сотрудников – это не крупнейшая айти-компания. Да, да, да. Сбербанк – это крупнейшая айтишная компания. Они высосали вообще с российского рынка. Всех практических специалистов, которые имеют отношение к нейронным сетям, искусственному интеллекту и так далее. Ребята скоро появятся. Потому что вот там Греп правильные вещи говорит. Так что такое джал? Я думаю, слышали это все. А кто-нибудь может сказать, о чем это вообще? Свою точку зрения. Тут нет, наверное, правильного и неправильного ответа. Если мы не будем смотреть на этот слайд, то все-таки. Когда вы слышите джал, о чем вы думаете? Что это на вас взгляд такое? Движение без цели. Хороший вариант. Все. Оперативность? Итеративность. Хоккей. Еще варианты? Приоритеты. То есть мы выставляем приоритеты. Адаптивность. Ну, то есть вот это вот некая гибкость. На самом деле, все вот это вот. Ну, я бы, наверное, все-таки без цельности не сказал. Цель всегда в джале, это, собственно, ключевой момент. Но не единственный. Вообще, даже как правильно сказать джал. Американцы говорят джал, а англичане джал. Поэтому, короткий тоже анекдот. Это в британском отеле. Американцы пригодят джал. Так, но едет. Сэр скоро приедет. Ах, элеватор. Да, сэр. Но мы называем это здесь. Но позвольте. Мы это придумали в Штатах. Поэтому это элеватор. Да, сэр. Но язык придуман у нас. Поэтому лип. Можно, конечно, говорить, как американские ритмейки. Эджил. Одно, если вы настоящий джинтлемент. Надо говорить, да. Так вот, что такое джайл. На самом деле, это айтишная история. Это взялись такие практики разработки программного обеспечения. То есть, серьезные чуваки, которые не одну собаку на этом сидели. Они собрались. Выпили, закусили. Но собрались они не для этого, а для того, чтобы решить для себя, какие практики приводят их к успеху, а какие практики нет. И в результате этого они выработали не технологию. Это не техника, не инструкция по тому, как нужно управлять проектом. Это общий принцип. Это, я бы даже сказал, действительно философия и образ мышления. Состоящий из четырех базовых принципов. Вы это прекрасно можете найти в интернете. Это совсем не секретная информация. Но она очень простая и в то же время сложная, потому что она не директивная. Это не инструкции. Не надо это рассматривать как некий последовательный шагов, который приведет вас к результату. Нет. Это образ мышления, это ценности, поставив которые во главу угла, перестроив свой бизнес, вы получите преимущество гибкой разработки. Ну, либо не получите. Смотрим на принцип номер один. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Казалось бы, простая вещь, но что это означает на самом деле? Примерить этот принцип на себя, как на руководителя, на владельца бизнеса. Как вы на самом деле рассматриваете своих людей? Рассматриваете вы их как независимых бойцов? Или вам больше нравится идея построения бизнеса как некого конвейера, где каждый имеет четкую роль, взаимозаменяемую? То есть, грубо говоря, один боец выбыл, выбыл, пардон, вы его заменили другим. И он продолжает работать в том же ритме, так сказать, с той же скоростью. Вот если вы больше склоняетесь к тому, что ваш бизнес – это такое производство конвейерное, то и джал вот не про вас. Вам придется ломать собственное мышление серьезно, чтобы на это дело перейти. Идем дальше. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Что это означает? Готовы ли вы выпустить на рынок недоделанную пиктуру? Может быть, получить негативный фидбэк? Может быть, так оказаться, что потерять даже сторонников своего бренда просто потому, что вы дали нечто неработающее, работающее не до конца. Уже на конференции BDX24. Готовы ли вы действительно ставить свой бизнес в такую зону риска, если нет, если вы считаете, что на рынок можно выходить только с готовым продуктом, особенно если речь начинается про какие-нибудь патенты, то есть, а вот мы сейчас выпустим недоделанный продукт, а наши конкуренты увидят, что мы придумали, скажут, вау, мы то же самое сделаем, мы еще не успели это дело упаковать, они нас скопируют. Китайцы придут, они нас скопируют, вот это все. Если вы это расцениваете в вашей сфере бизнеса как серьезный риск, не нужен никакой вам NGL. Делайте, как делали, запускайте патентовку и так далее, и так далее. Ну, не будем останавливаться дальше. Это просто о том, что это не панацея вообще, это не волшебная кнопка, и этот образ мышления и образ ведения бизнеса подходит, ну, не всем. В силу индивидуальных особенностей в том числе. Если вы не готовы к тому, что люди будут работать самостоятельно, если вы считаете, что их нужно контролировать, если вы им не доверяете, оно не взлетит. Но зачем-то же оно нужно, зачем его придумали, почему? На самом деле его придумали для того, чтобы решить тоже, в общем-то, стандартные боли любого бизнеса. Кратко это называется, это боль, люди не хотят работать. Они не хотят работать без балки, они не хотят брать на себя ответственность в серых зонах, которые находятся на стыке их должностных инструкций. Ну, типа, я вот до обеда докопал, там дальше не мое. Грязь осталась. Ну, например, в другое же не написано, что зашло по руках. Если у вас этой боли нет, или она не сильно вас напрягает, лечить ее не надо. Потому что на самом деле, если вы начнете ее лечить, это не значит, что у вас все пройдет. У вас начнет болеть просто в другом бизнесе. Нужно понимать, что вы замените одни проблемы на другие, и можете оказаться, что вы с другими проблемами не справитесь. Может произойти чудо. И GIL действительно это такая магия, которая дает невероятные результаты непонятно магическим образом. Хотя, конечно, понятным, совсем не магическим, но выглядит как пиццемедик. Ну, если у вас так болит, что вариантов уже, в общем-то, не остается, вы понимаете, что ну дальше так жить нельзя, потому что вы хотите контролировать процесс, но не можете, и у вас нет ресурсов для роста из-за этого, в ограниченном вот этим людским фактором. Ну, наверное, пришло время попробовать что-то другое, и, может быть, этим другим оказывается собственный GIL. Я думаю, слова Scrum, Scrum и Kanban тоже все слышали. Это на самом деле фреймберки, которые с GIL постоянно путают. И обычно даже, когда говорят «мы GIL», подразумевается, что мы пользуемся одной из этих методологий или их комбинациями. Вот нужно различать эти вещи. GIL, как я изначально говорил, это принципы, это просто образ мышления, общий подход. Но этого мало. Вы такие приняли решение, все, мы теперь будем по GIL. Что дальше-то, что делать-то? А вот чтобы делать, нужно выбирать еще себе методологию, которая принципам GIL соответствует. И наиболее распространенными фреймберками в данном случае является Scrum и Kanban. Ну, начнем со Scrum. Это для новичков особенно очень хорошая вещь. То есть, если вы никогда ничего подобного не делали, то с нее, наверное, имеет смысл начать, попробовать, по крайней мере. Потому что она предписывает достаточно понятные... Я сделаю наоборот микрофон. Здесь есть роли, и она, в общем-то, как это сказать, более директивная вещь. То есть, это действительно технология, на которую вы можете повлиять. В отличие от Kanban, я потом поясню почему. Ну, прежде всего, это на самом деле Kanban тоже касается, меняется полностью понимание, что такое ваша организация, если вы начинаете внедрять GIL. Нету подразделения. Вот ищи. Или меня слышно нормально? Если скажешь, что... Слушайте, мне не гремит оттуда. Алло. Да. Появляется такое понятие, как команда. И, в общем-то, в этом смысл. Вы подразделения, вы сотрудников, вы подчиненных заменяете на самостоятельно действующие команды. Это на самом деле страшно. Если только кажется, что это офигенно как, люди сами работают. Если я начинаю сами работать, то первый вопрос, который они после этого задают, зачем им начальство? Весь GIL, вот сам по себе, и Scrum в том числе, он менеджеров среднего звена вымывает из компании довольно сильно. Если вы не найдете, как их променить и начать? Они становятся реально не нужны, потому что не нужно им того контролировать. Зачем занимается менеджер среднего звена? Он ставит задачу, он контролирует их выполнение. Задачу он ставить не будет, потому что Scrum. В Scrum задача ставит команда сама себе, согласовывая, скажем так, это называется, бэклог, то есть набор характеристик нового продукта или услуги. Ну, мы будем называть это продуктом, потому что, в общем-то, в это все укладывается. Проект состоит в том, что нужно выпустить новый продукт, обладаясь определенными характеристиками. Вот эти все характеристики, это и есть задания. Они записывают так называемый бэклог, и дальше команда мелкими итерациями решает совместно с заказчиком, он же называется продукт-оунер, какие именно характеристики этого продукта будут сделаны в следующий зараз. Все, больше никаких заданий нет. Не бывает такой, что генеральный директор приходит и говорит, так, вот это вот мы все закончили, тут надо вот срочно сделать вон то вот. Команда может его послать далеко лесом. Если она согласится и не пошлет, то никакого джайла у вас не будет. Один раз вы так наружку протестируете, второй раз магии не возникнет, вы будете думать, что у вас Scrum-теребам, ничего о таком не будет. Scrum-мастер – это бывший руководитель отдела, которого вы смогли уговорить. Потому что он уже перестает быть руководителем отдела. Это не руководящий толст. Scrum-мастер занимается тем, что он убирает препятствия на дороге команды. То есть команда делает работу сама, волшебно-магическим образом. А вот этот чувак ее обслуживает, обслуживает ее интересы. Он защищает ее интересы проектов-оунером, перед какими-то клиентами, перед соседними департаментами, у которых нет никакого джайла. Бухгалтериевый выводный джайл, не перейдете, не надо себя обманывать. Его задача в том, что он расчищает им дорогу, но при этом он их не контролирует, он не ставит им задач. Его цель, чтобы они работали максимально эффективно, общались друг с другом максимально эффективно, чтобы они не разбежались. Работают вот эти вот ребята. Причем работают одновременно с огоньком. Есть ряд формальных процедур, без которых скрам не скрам. Их, в общем-то, несколько, они тоже все описаны. На всех мы, наверное, останавливаться не будем, но просто, чтобы понимать. Каждая итерация в скраме называется спринт, то есть это короткий отрезок времени, на который делается план. Люди собрались и решили, так, нам важнее сейчас для вот этого продукта выписать вот такие вот характеристики. Ну, как правило, спринт там, это одна-две недели реже длиннее, скажем так. Дальше они проводят ежедневный скрам, расскажу про него, демонстрацию, то есть в конце вот этого спринта они показывают, чего они достигли. Проводят обзор скрипта и ретроспектив. И так каждый раз. Они провели один спринт. Вот эти все этапы они прошли, они обязательные, нельзя, так сказать, исключать, значит, это уже не совсем скрам, соответственно, не совсем те результаты, которые вы могли бы получить. Если у вас начало вот это вот работать, вы можете это модифицировать, но потом, поначалу нужно придерживаться инструкции. Что, зачем это отличается от обычного, любого другого итерационного процесса и организации. Ну, возьмем, например, ежедневный скрам. Что это такое? Это вот вся команда, за исключением продукта-оунера, он тут вообще не прийдет. Собрались эти ребята и в течение 15 минут все коротко, каждый, что вот все в 15 минут уложили, рассказали, что я делал вчера, чтобы мы достигли поставленных целей, что я буду делать сегодня, до этого же, и что мне мешает. Это не планерка, как может показаться на первых взглядах. Планерка – это отчет, когда вы перед начальником докладываете о проделанной работе и достигнутой результата. Здесь задача в том, что они рассказывают это друг другу, для того, чтобы продолжать понимать, идут ли они в одном направлении, или они уже начали расходиться. Понимают ли они поставленные задачи одинаково, или уже начали понимать по-разному. Это внутренняя коммуникация, это не имеет никакого отношения к внешним стейк-колдерам, так назовем их, то есть людям, которые потом продуктом будут пользоваться. И в результате вот этого дейли-скрама могут быть приняты решения об изменении принципов внутренней работы. Они могут свои внутренние процедуры, которые они сами придумывают, не вы им спускаете и говорите к инструкции, делать надо вот такой последовательный, так вот так. Они ее сами придумывают, потому что у них задача сделать вовремя все, сделать ровно то, о чем они договорились. Если они не придумают, как этого достичь, то они логичны. Людям это очень приятно. И самое это забавное, когда каждый отчитывается перед всеми остальными внутри команды, не перед начальником, которого можно обмануть там после конца, что рассказать. Перед своими такими же это сделать намного сложнее. Ну, во-первых, потому что они подробностями владеют, я не вижу, чем ты на самом деле понимаешь. Но, во-вторых, мы, животные социальные, это вообще тяжело врать в глаза каждый день пяти и шесть команд. Ну, скорее всего, из этой команды довольно быстро вылить. То есть, либо ты подстраиваешься, либо ты идешь лесом. Это самоорганизация. Ни один начальник в этом не участвует. Не контролирует, не занимается кадровой политикой, и все происходит само собой. При троспективе та же самая история, но в конце спринта. они собрались, но не отчитываются, а решают друг с другом, что бы им нужно было бы улучшить, чтобы в следующий раз не набрать тех косяков, которые они набрали в течение последнего спринта. То есть, они думают не только о достигнутых результатах, но о том, как они их достигают. Это саморегулируемая система, и за счет того, что это процедура, их же учат, а придет учитель этой процедуры, это самим не научно. За счет того, что это процедура, они вынуждены посвящать этому времени, у них мозг на это затачивает. Они начинают рулить сами собой. Почему? Вообще-то. Вот так вот. Канбан. Канбан в этом смысле побордачный. Это не набор процедур, это, в общем-то, инструмент для решения, собственно, у них трех вопросов. Прежде всего, это визуализация, в виде доски. Ну, обычно, это такой, не плитчерк, как называется, доска, на ней нарисованы вот эти метки, все эти бумажки, полголоски, чистовно. Сейчас все то же самое делают в электронной форме, я думаю, все компантов доски питали, витрик-24, в том числе. Но самое главное отличие от скрама, здесь нет ни проект-донера, ни скрам-мастера. По сути, команда даже сама решает, какие задачи, как они будут делать и в какой последовательности. Но при этом, в отличие от скрама, каждая задача проходит через несколько стадий четких, жестких, определенных с процедурой производства текущих, в зависимости от предметов. если мы говорим про это еще сферу, которая будет для всего, если взять, к примеру, разработку сайта, то что такое сайт? Это должен съесть аналитик, потом разработал прототип, дальше появился веб-дизайнер, он его отрисовал, после того, как отрисовал, он отдал это верстальщику, верстальщик это результат, отверстал, и так далее, и так далее. Не получится, чтобы после аналитика сразу вдруг началась разработка, ну, потому что процедура этого не позволяет. нельзя построить дом, начав с крыши. Вот, канбан, он скорее об этом. Есть еще одна важная деталь, которая отличает канбан от скрама. Когда планируется спринт в скраме, фиксируется объем всех задач, которые должны быть выполнены в рамках вот этой одной террасы. На канбане фиксируется максимальное количество задач в каждом статусе. Если у вас 8 дизайнеров, я не знаю, вы там, журнал выпускаете, у вас 8 дизайнеров, которые пакеты рекламы делают, рисуют, и один верстальщик, который потом это в полиграфию превращает. Вот все будет состревать на этом верстальщике, потому что он может делать только одну работу одновременно. Канбан позволит это увидеть, и дальше команда прибежит к вам и скажет, где, блин, верстальщики, срочно нам нанимать. То есть тут саморегуляция немножко в другом уровне построена. Где это все применимо? Это не только IT, хотя изначально это чистая IT-шная история, но можно и к бизнесу подходить с той же самой историей. Отдел продаж, отдел маркетинга, они все занимаются выпуском новых продуктов. Это может быть не материальный продукт, конечно, а набор каких-то процедур для других отделов вашей компании. Но вот сидит маркетинг, и он придумывает процедуры для отдела продаж. Они каждый раз выпускают новые продукты, которые помогают их коллегам продавать лучше. И вот это можно быть сделано по скрам. Не все, конечно, и как бы, к сожалению, как я уже сказал, чудес не бывает. и все еще хуже, вам нужно понимать, что это, как я уже говорил, не везде применимо, не для всех сверхдельников. Есть такой чудесный товарищ, Борис Кольцин, я рекомендую поискать его. У него есть несколько докладов по иджайлу, и по скраму в том числе. Это директор по развитию хэдкран. Они у себя внедрили и скрам, и да, в целом. Так вот, он нарисовал такой чудесный квадран, который показывает потенциальную сложность внедрения иджайл в подразделение или в компании в зависимости от ее айтишности. Ну вот, если мы возьмем совсем не айтишную компанию, которая оказывает юридическую услугу, и захотим к айтишну работать с ее топ-менеджерами, а если мы возьмем айтишный отдел той же самой юридической компании и скажем, а мы там хотим играть, то там не проблема. С инженерами проще договориться, если технология позволяет. Оцените, пожалуйста, свое место на этом квадранте и прикиньте, что это ввязывается в эту историю. Ну и самые главные риски, почему это не сработает. Они, в общем-то, в голове, в голове вашей, как топ-менеджеров, как людей, принимающих решения для своей компании. Если вы не готовы к тому, что вы станете на каком-то этапе ненужным, как я говорил, если вы не готовы передать ответственность вот этой команде, то есть, ну просто закрыть глаза и сказать, ребята, они сами разберутся. Не мешать им, не лезть, не пытаться контролировать. Если чувствуете, что не можете, то, наверное, не стоит. И вот этот важный момент тоже иногда забывают. Scrum не гарантирует быстрых результатов и надо понимать, что это серьезное изменение внутри компании, несмотря на все волшебство и на всю магию, вот пока они свои собственные процедуры не выработают, пока не устоится команда, пока половина не уволится, а вторая половина не найдется, ждать результатов, особенно по старым, KPI, который вы там, не знаю, делу продаж рисовали, всегда нельзя. В среднем температура по больнице такая, что, ну, на установку процесса по Scrum уходит где-то от трех месяцев до полугода. То есть нужно будет, нужно понимать, что вот это вот такая инвестиция, которая начнет приносить плоды потом. Быстрых результатов ждать не стоит. Ну и закончим опять цитатой Джеку Уэлча по поводу команды. Так оно и есть. Даже если вы мебель будете собирать командой, это намного проще, чем это делается, потому что он говорит про более сложные виды мебели. Я даже, по-моему, у меня осталось три минуты с лишним. Ну, кстати, расскажу просто еще один кейс про Agile. Есть такая же компания, называется NPM Group. Они занимаются реальным производством. То есть это такой завод, который лепит пивные автоматы, пивные молочки. И они у себя внедрили GL на производстве, хотя казалось бы, ну на каком производстве вы приходите к слесарю и говорите, вот там надо ретроспективы провести, там, сейчас, там, дели, скрам, там. Что? Деталь мне, да? Тем не менее, они не смогли, но им пришлось поменять очень серьезно само производство. они вынуждены были, во-первых, делать именно для той команды, которая живет в Agile, отдельное производство, на противу отдельных людей, которые смогли вот в этих условиях работать. Они разработали, ну, закупили, на самом деле, адаптировали под себя новые станки, очень дорогие, которые позволили им быстро делать прототипы. Но самое главное, они вот здесь вот в голове приняли решение о том, что они вот делают сейчас прототип, а производство, это очень дорогая история. Там, как бы, дешевый прототип не бывает. Это не нарисовать там что-то, это не набор документов. Блин, реальная железяка, которую надо еще доставить потенциальному заказчику, это все очень дорого. Они приняли решение, что это нормальные затраты. Надо, мы сделаем пять прототипов. Надо, мы сделаем десять прототипов. Да, это все девять мы выкинем туда на свалку, но на самом деле, мы таким образом достигнем того результата, который, в принципе, можно было на этом рынке достигнуть. И мы берем на себя риск, что эти деньги будут потрачены в тустую. Это вот, вот та самая крылатая ракета, которая тоже, в общем-то, может промахнуться, но рисков меньше, затрат больше, сложностей больше, рисков меньше. Потому что вы всегда можете адаптироваться, изменить требования, сказать, блин, делаем совсем по-другому. И это скраму никак не помешает. Потому что каждая следующая итерация в принципе, может даже никак не зависит от предыдущего. Это может быть совсем другая постановка, даже совсем другой продукт. Если вы поняли, что пивной ларек не нужен, нужна молочная машинка. Да и не вопрос. Поменяли бэклок, начали пилить машинку дима. Кто-нибудь что-нибудь спросил через мобильное приложение? Нет. Спросил. Кто? Вот эти подрядчики. Вот никому не задавайте. Хорошо, буквально один вопрос и будем двигаться дальше, потому что нас полустого ровно против на сколько опасно применение дайвов полетят. Есть ли риски растерять сотрудников, а новость не найти? Да. Если коротко, то да. Но, как я уже сказал, вы должны к этому быть готовы, что люди разбегутся. Ну, как минимум, менеджер среднего звена это вообще очень частая история. эта проблема, которая будет на вас лежать как на доты зачастую их придется как-то их роль по-другому определять, потому что, ну, как правило, менеджерами среднего звена особенно производства каких-то продуктов в компаниях становятся из экспертов. То есть, это на самом деле высококвалифицированные специалисты. Может быть, их новой ролью в компании станет какой-нибудь поучинг, чтобы они обучали новым технологиям. То есть, они не решают задачи, они не участвуют в производстве, но они помогают всем остальным свой уровень поднять. Есть люди, которым интересно это, а есть, которым это совсем неинтересно, они говорят, так, я назывался начальник отдела продаж, там, а я директор по развитию, а то мне сейчас куча, когда-то в школу, там, я пойду за промок, там, который у меня возникнет. Да, мы очень многих растеряемся, и в том числе, как бы, сотрудников, которые будут потом работать в ПДЖА, потому что это не всем надо. Чудес не бывает, то есть, ну, даже так вот подумать, у вас болят люди, они не хотят брать на себя ответственность. Такие вы приходите и говорите, а теперь, ребята, вы сможете брать на себя ответственность. Ну, зачем как-то, нам и так было хорошо. Это не их боль. Мы их задача, зарплату получили, если как-то не получили их от начальства. Именно в этих рамках они, собственно, работали всегда. Вы хотите поменять процесс, чтобы улучшить работу компании в целом. Как вы им это будете объяснять, это довольно трудно. Поэтому вообще рекомендуется, ну, искать нормального коуча, который вот эти вот первоначальные этапы поможет вам пройти, чтобы он поработал с вашими людьми. Какие-то игры, чтобы, ну, как детей, как-то надо к этому привести. И потом очень тщательно следить, чтобы не сломать что-то там по дороге. То есть это сложный процесс, это полная переделка. Просто нужно понимать, действительно, она вам нужна. Тогда надо идти на эти риски, потому что у вас вариантов нет. Бразильская система, кто помнит Яролад в бразильской системе? Ноль. Вот это бразильская система. В общем, мы поняли, что все не просто, полные риски и так далее, но, как говорится, путь осилит кучки. Вот-вот-вот. А еще наши службы и опасны, и труда, что это не могло бы тратить. Все, большое тебе спасибо. Спасибо. Я думаю, есть над чем подумать и в сторону чего посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok